шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва мы продолжаем с вами изучать строение миров по кабале ор энцов целостный великий безграничный не подлежит никакому разделению на духовные ступени и никакому человеческому постижению но в изначальном виде этот свет не может быть воспринят творениями потому что он безграничный поэтому он проходит процесс который называется на языке кабалы цим цум очень похоже на китайский язык цим цум то есть духовное сжатие облачение в сосуды посредством уменьшения духовного уровня одним словом цим цум это такое духовное сжатие после которого ор энцов разделяется на 10 видов света эти 10 видов света они называются орот иногда они называются сферот и теперь мы с вами возвращаемся к теме орот и килим то есть виды света и сосуды принимающие их разделение на 10 духовных ступеней называется орот килим это сосуды которые принимают этот свет и ограничивают так чтобы они соответствовали уровню миров мы с вами определили две пары понятий гвуль и блигвуль ор и кли граница и безграница свет и сосуд теперь с помощью вот этих вот терминов или процессов миры получают необходимую для своего существования духовную энергию орот и килим они представляют собой две противоположности мы понимаем с вами что свет он духовен и безграничен сосуды наоборот представляют собой ограничения но все таки свет и сосуды соединены один с другим они так соединены что их просто не оторвать один от другого единство различных видов света и соответствующих им сосудов можно представить себе на примере соединения души и тела люди которые изучают каббалу и хасидут очень часто сталкиваются с такими вот понятиями на примере чего-то более естественного мы можем понять что-то более сверх естественно и так сравнение соединением души и тела с одной стороны душа и тело это две противоположности душа это не ограниченная духовность с другой стороны тело материальное вместе с душой существует неразрывно и из этого в принципе следует что задача сосудов килим с помощью ограничения ограничения в данном случае это сокрытие света раскрытие его для других объектов населяющих миры то есть для других творений это очень сложно представить как можно что-то безграничное взять и потом раскрыть кому-то более ограничено великий рэбе иосиф ицкак шнерсон шестой любовеческий рэбе в одной из своих бесед пишет человеческий мозг не в состоянии понять как после того как сосуды скрывают свет возможно раскрытие этого же света также как душа и тело свет и сосуды тоже связаны друг с другом великим неразрывным единством чем выше духовная чистота сосуда тем выше свет или точнее уровень света который всевышний направляет сосуд а если уровень света будет превышать уровень сосуда то сосуд может сломаться в духовном плане если мы возьмем пример нашей человеческой жизни превышение уровня света то есть той энергии той информации которая переполняет человека то может произойти в этом тоже ломка ломка его эмоционального баланса и мы видим с вами интересную вещь вот это вот ломка несоответствие уровней очень часто сталкиваемся с этим нашей жизни человек должен сделать из себя духовный сосуд для принятия духовного света сегодня ты на одном уровне ты получаешь и пользуешься тем уровнем света на твоем уровне который должен относиться к тебе в тот момент когда ты находясь на более высоком духовном уровне получаешь больше света и так далее вдруг желаешь получить больше света чем ты сам соответствует здесь может произойти ломка и поэтому дамы и господа с божьей помощью на следующих уроках мы более углубимся с вами в понятие строения миров а пока мы еще раз вспомним важнейшие термины которые мы с вами прошли на этом занятии и так гвуль граница блигвуль безграничность ор и кли свет и сосуд мошпия и мэкабель влияющий и принимающий и с божьей помощью до встречи на следующих занятиях и и и и и